здравствуйте уважаемые зрители сегодня я рада приветствовать в нашей рубрике разговоры по пятницам моих коллег по лики свободных наций сегодня со мной побеседовать согласились старейшина казачьего национально освободительного движения вячеслав демин и председатель конгресса айрат калмыцкого народа арсланг санджей у нас на востоке страны которая называется сейчас российская федерация вот но мы ее сейчас решили называть московия и мы считаем что это государство доживает последние дни так вот у нас за байкалом и ну как сказать перед байкалом вокруг байкала где живут буряты достаточно у людей смутные представления расстановки сил на западе страны как например представители казачества казачества общаются например с представителями северо-кавказских народов как уже уживаются с калмыками бурятии часто вот когда например мы говорим о том что вот у нас в лиге а есть представители например казаческого движения люди начинают говорить но ведь казаки они ведь первые имперцы то есть это ведь люди которые в принципе создавали эту империю как же так и вот поэтому просто вот ради того чтобы вот просто начать этот ликбез для людей которые задают такие вопросы не могли бы вы рассказать вкратце вячеслав и арсланг о об истории ваших движений и народов и как проходили как вот взаимоотношения ваших народов на протяжении истории менялись или возможно например какая-то была общая линия но вот просто чтобы люди у людей было более менее ясное представление о том что сейчас происходит во первых начнем с того что московий не то не только сейчас мы называем эту страну она вообще-то всегда была московий даже более правильное название я подал бы и московская орда которая в общем-то менял разное только название московским царством потом российской империи потом советским союзом теперь российской федерации а так это как была московская орда так и осталось почему потому что москва и московия тех границах которых она изначально существовала она является метрополией той империи которая потом стала прирастать колониями колониями в общем-то является все что за волгой потом стала называться россией хотя в общем-то довольно таки долго еще все что все земли которые были за волгой они назывались сибири то есть волга вообще-то была та граница которая разделяла московию от сибири отделялась сибири это была вообще отдельная страна совершенно но вот которая была отыскать завоевана при и присоединена к московии и на до сих пор она поэтому так 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 и существует московия и ее колонии мы так в общем-то и и привыкли это называть теперь по поводу что касается по поводу казаков как народа и как первых имперцев так уж просто сложилось что первыми наверное кто оказался под обманутыми и привлеченными под подмосковью казались казаки казаки разных земель действительно казаки обманным путем и только по ну из-за того что как бы были одноверными с московитами поскольку как бы и те и другие вроде бы как бы исповедовали одну восточную христианскую веру восточный обряд они так сказать пошли на то чтобы заключить с москвой долговременный союз и долгое время долгое время этот союз был именно как равных сторон то есть и запорожская сечь и войско донское они имели статус соседей но самостоятельных соседей отдельными были отдельными странами во времена в общем-то смуты произошло произошло вот такое явление как вторжение казаков на территорию москвы казалось бы казаки вдруг почувствовали себя участниками того что происходит и попытались наладить порядок восстановить когда в общем то там уже все было порушено и сожалению стали участвовать вот в этих в этих разборках всех между московитами и соседями литовцами литвинами которых сейчас называют белорусами и поляками вот и началось вот это восстановление так сказать известное восстановление трона и когда пришли романовы и вот тогда с романовыми с первым еще с первым романовым михаилом романовым первым царем вылезли был заключен уже договор договор о опять-таки о сотрудничестве но который перерос уже при его сыне алексееве михайлович романове тишаев перерос фактически в ликвидацию до и дона и сечи и а уже при его сыне петре первым это было уже просто окончательно завершено потому что просто-напросто казаков пошли войной на на дом и на насечь и просто уничтожили ну сечу вообще даже просто ликвидировали уже при екатерине 2 дон в общем то вырезали и купив верхушку казаков просто сделали придатком ну а поскольку казаки как народ воинственный и всегда военный его использовали в качестве орудия подавли подавления различных уже имперских амбиций самой московии вот и началось действительно то что вы правильно говорите на это это наша беда это наш я считаю это позор нашего народа когда руками казаков начали начали по слову два николаевича толстого создавать россию то что как он сказал казаки создали россию то есть но фактически создали империю они они уже были так сказать участвовали на при этих подачках то есть уже забыли вот эти все восстания болотникова восстания разина забыли то что они вольные вольные казаки и перешли они в разряд уже как бы до добровольных холуев и стали так сказать служить московским царям подавлять подавлять разные антиимперские на выступления на и на кавказе и в сибири но последняя как бы самая такая мощная вспышка когда уже как бы все вместе участвовали против самих имперских амбиций это было бугачевское восстание но на урале где в общем то практически пол сибири было охвачено вот этим выступлением против самозванства екатерины второй на вот который своего мужа убила царя и конечно но это под видом поскольку уже тогда были сильны такие про имперские про про московские настроения даже среди когда не только даже среди казаков но и среди народов и среди башкира среди калмыков и среди других сибирских народов они использовали он использовал пугачев он использовал такую штуку как самозванство собственно ведь ведь очень многие эти освободительные крестьянские так называемые войны на самом деле это же были казачьи восстания да вот там ивана болотникова степана разина пугачева и действительно ведь выходили единым фронтом казаки и народы которые вот рядом жили те же башкиры участвовали в восстании пугачева это большая кстати тоже историческая ложь по поводу того что ермак с небольшой группы казаков завоевал сибирь и тем более завоевал ее для ивана грозного не было такого никогда казаки просто шли на 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 восток и искать искать себе новые земли осваиваться там у них не было никакой задачи завоевывать там народа не бурятские не башкирские о чем собственно говоря подтверждение это подтверждение тому это например совместная борьба с теми же бурятами и башкирами которые во времена пугачева когда они выступили единым единым фронтом против московитов это это было это было действительно служивые люди там были но костяк составляли это казаки действительно донские казаки составляли и яйские казаки на деньги вовсе да вовсе не московских царей а строгановых которые были заинтересованы в том чтобы торговые пути прокладывать на восток и делать осваивать они давали финансировали весь этот поход и ну что произошло там это то и произошло но потом это уже выдали сейчас и сейчас в истории вот в этой российско-советской преподается как ермак завоевал сибирь для московского царя и прочее-прочее это вранье от начала до конца вообще история совсем другая сибирь вообще отдельно существовала до до екатерины она тартарии вообще называлась и центр там в тобольске был там совсем другая история это нужно просто действительно ломать я вот меня не любят за то что я отношусь как историком ревизионистом что я как ревизионист ломаю все стереотипы со мной постоянно конфликтуруют и по этому поводу особенно русские имперцы это вот с ними нас прямо война не на не на жизнь а насмерть происходит ну а что делать а если этого если не пересмотреть если не эту историю не очистить от от всей этой в этих наслоений множество наслоений я как кристовратор как художник кристовратор снимаю слои вот эти для того чтобы добраться до первое до изначального первого слоя в семнадцатом году рухнула монархия империя приказал долго жить когда произошла так сказать реальная социальная антиимперская революция февральская я имею ввиду потому что октябрьский переворот я как историк профессиональный называю великой октябрьской империалистической контрреволюции почему потому что сначала с ее началом началось восстановление возрождение империи то есть революции настоящий можно считать именно только февраль февральскую революцию семнадцатого года потому что это была антиимперская революция как за которую последовали последовало до империализация и началось самоопределение на народов и стран возникновение государств суверенных и именно тогда но это могут так сказать большевистские перегосударств и прежде всего это касается казачьего народа потому что казаки вспомнили то что они до того как они были присоединены к московии они были отдельным государством отдельной страной они создали на дону свою свою казачью республику она называлась великое войско донское помню началось начались дальнейшие процессы объединения когда по инициативе калейдина краснова и других атаманов на начались объединения с кавказскими и степными народами в частности с калмыками которые кстати всегда входили в состав они были приписаны к землям войска войска донского и более того они служили в казачестве как и назывались калмыцкими казаками вот но это уже другая история потому что я думаю арслан и и сейчас тоже продолжит эту тему потому что здесь неправильно ну здесь смешение понятий вот рожана сказали что казачество у нас это термин не приветствуется почему потому что казачество оно ассоциируется с сословием это то во что перевели казачий народ лишили на и своего имени когда казаков решили право называться отдельным народом когда их так сказать русифицировали полностью и сделали превратили сословие как крестьянство дворянство я согласна да действительно не нужно говорить казачество нужно говорить казачий народ или казаки но вот так же я в свою очередь хотела бы призвать вас отказаться от термина орда и приписывать орду к москве московии потому что я думаю что как представитель вот ну кочевого казаческого народа к казацкого народа да вы должны наверное тоже понимать что орда для кочевников да это порядок а я я совершенно абсолютно с вами согласен рожана дело в том что я не в негативном контексте употребляю это слово а только лишь для определения евразийской составляющей просто орда и рейх рейх это тоже империя и орда это империя правы правильно абсолютно орда это фактически однородное слово с ордом с немецким ордом порядок это это именно просто название той империи которая существовала в евразии это в этом ничего плохого нет я почему говорю московская орда потому что сначала орда была не московской она была монгольской а со временем этого во времена ивана третьего и и василия темного она стала центр перебрался когда началась орда сыпаться когда начались процессы расколов и так далее просто этим воспользовались московские цари и они как говорится просто центр тяжести перебили центр орды перевели москву вот поэтому вы только в этом смысле что орда орда не в негативном смысле никоим образом а именно просто чтобы понимать разницу между европой европейской и истории империи это одна это одна совершенно другая особая особый вид империи 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 империализма и империализма евразийского чингисхан взял чисто вот даже не чингисхан возможно его внук убилай он просто взял внешние структуру китайского государства до китайские институты но при этом идеология идеологии не было китайской то есть а китайцы это конфоцианцы а вот а там действительно строгое следование иерархии а очень регламентация жизни а вот а монголы а это свобода это как раз стремление к свободе и при том что монголы взяли эту форму да то есть она все равно у них не прижилась вот так же как империя юань в конце концов пала и вот то что например в москве какие-то например появились институты монгольские татаро-монгольские да там почта другие вещи там банковское дело можно сказать так далее то есть это просто технические какие-то были нововведения а возможно просто москва а в силу вот этого деспотического правления которое установилась при московских царях она действительно больше похоже на китай чем монголы сейчас абсолютно как бы демократическое государство на демократических началах и это потому что изначально были другие идеологические идеологические базе европейская римская вот эта традиция она имеет больше федеративно-демократический правовой вид а вот а китайская традиция которую которую мы так сейчас и они сохраняли московские цари и сейчас не возвращается вся эта постсоветская путинская эрефия весь этот мама мордор да он именно вышел из этой вот из этой этой матрицы и и сохранял эти что сейчас до монголия это демократическое государство это 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 факт она сильно отличается от китайской империи вот этой новой этого красного дракона и им и московии мордора здесь сильно очень сильно отличается по духу отличаются потому что там все таки и составляющие другая это ну свободные кочевые народов да они конечно они конечно не им в общем то не при не не близко вот этот вертикаль власти жесткая вот эта вертикаль власти и бюрократизация которая была в китае была и осталась до сих пор только усовершенствовалась и сейчас превратилась вот в электронный концлагерь то есть есть поэтому то есть у нас как говорится общее понимание и общий дух вообще айран и салмыки да появились в пределах российской империи позже чем ну то есть мы буряты и казаки да мы как-то вот ну жили на этой земле и как бы они к нам пришли да они не не мы к ним а вот у айратов получилось по-другому да то есть там была своя трагическая история то потому что каким образом весь народ ну как бы значительная часть народа оказалась так далеко от родных изначальных кочевий и это произошло уже достаточно позже да я бы здесь тогда может быть начал бы с того что о чем вот вячеслав сейчас сказал и что вы сказали рождены термин или слова орда на орда для нас это конечно не дико звучит и для нашего уха это дело в том что тогда уже надо уходить более древние истории если уже так хотя я не профессиональный историк и но я наверно уже по примеру вячеслава сказал бы что мы с при появились на этих берегах волги как народ конечно не случайно конечно же это было продолжение той древней истории о которых хотелось бы сказать наши народы то есть народы степи да они считали эту территорию своей всегда когда качевали древнейших времен свободно по всей степи великой и историческая память народа она же бессмертно и наш народ прекрасно знал и время золотой орды и время походов знаменитых полководцев монгольских из убедея джебе когда они ходили в этот поход исполняя приказ чингисхана вот когда и впервые была встреча нашего народа с русскими или скажем со славянами и была знаменитая битва накалки ну и так далее да преследование этого хороша мухаммеда и конечно наши предки знали что эта территория когда-то была их территория их родины и собственно эта тяга народа кочевника она привела нас наших предков на берега волги где мы пришли не спрашивая никакого разрешения о приходе о вступлении или скажем там добровольном вхождении просто это было принято всегда ходили кочевали понятно для этого нужна была сила воля и то и другое имелось войско имелось и когда наши предки пришли в европу скажем так на берега волгу это было уже готовое государственное образование кочевое просто она переместилась западнее это была значит структура полностью самостоятельная государственная были свои правители и титул хана давал не московский царь утверждался далай ламой это было исторически тоже так принято и вся атрибутика была в том числе суд институты власти свои самостоятельные и когда мы аэрод калмыки пришли на берега волги это была своя кочевая цивилизация потому что была своя национальная письменность подобище было уже и древнее учение самое древнее мировое учение буддизм на вооружении было самое главное было свое войско ну свой суд и остальное то что я играл но было еще свое войско очень такое профессиональное очень крепкая сильная с большими традициями собственно она позволила закрепиться на этих местах и даже внести свой вклад как бы это не было печально сейчас осознавать новое укрепление российской империи то что вячеслав до этого году цитирую слова классика на что казаки создали россию и мы унесли тоже свою лепту наши предки в это дело укрепляя империю защищая границы на юге и на западе то есть практически во всех за 400 лет существования от нашего народа в пределах российской империи и советского союза но мы принимали участие практически во всех войнах который вела эта россия агрессивная она была всегда агрессивной страной как как оказалось как показала практика россия к сожалению была всегда агрессивной страной всегда выступала затевала войны против своих соседей дальних и близких всегда покоряла народы колонизировала да практически все народы составе нынешней российской федерации они были колонизированы военные силы российской империи за исключением данная своя рада калмы потому что мы сами нас никто не покорил мы сами покорили эту землю вернее завоевали можно сказать землю и собственно до сих пор на ней живем хорошо ли плохо это другой вопрос как это случилось тоже третий вопрос и вообще мы прекрасно знаем что прошлое россии непредсказуемо я скорее всего подозреваю сильно что история опять будет переписываться российской федерации всех народов всех субъектов у нее входящих республики калмыкия будет заново переписываться с других позиций значит будут открыты архивы которые к сожалению до сих пор многие не открыты закрыты мы даже не знаем хорошо историю недавно упрошку история второй мировой войны великой отечественной многие значит документы до сих пор находятся под грифом совершенно секретно то есть власть боится доверять своему народу то есть не доверяет власть до сих пор своему народу бояться секрет полишенели во многих случаях это но тем не менее факт остается фактом я считаю что потеря непрофессиональный сурик череп потерпи но я считаю что история еще к сожалению правдивая нашей страны пока она наша по всеми российской федерации но она уже действительно с вами согласен что она наверное последний уже находится стадии своего существования она будет переписываться она будет осмысливаться заново потому что к сожалению так получилось и что в советские времена понятно это все делается по указке партии по идеологическим соображениям и далеко все было истинно и к сожалению цвет остается до сих пор в таком состоянии но мы можем исходя уже когда из того что известно исходя из своего опыта мы можем уже некоторые концептуальные вещи конечно озвучивать и утверждать том числе это что касается нашего народа как я уже говорил этом приходилось нам принимать непосредственно участие как народа воина как военной составляющей сильной вот во всех этих империалистических или имперских войнах к сожалению где-то это было может быть моменты вынуждены где-то это было исходя конечно во многом из своих национальных интересов то есть наши ханы там правитель они защищали пререшил какие-то решали вернее пререшил свои задачи но это пересекалась во многом и с политикой московских царей но все это закончилось печально для нашего народа в том плане как и для казаков что-то закончилось очень печально я не знаю здесь закон кармы сработал или объективные законы исторические но все закончилось плачевно и для казаков когда их раз казачили и запретили даже называться казаками я вижу за спиной у виталия там есть флаги там все склад войско донского где там как раз таки обозначено наше присутствие в этом войске желтая полоса наряду синий что означает казачество красное и народ все русские и желтые значит мы аэрод калмыки когда действительно наше значит представители народа были составе казаки они так и писались казаки калмыки в составе войско донского до революции октябрьской это было на февральской скажем это было где-то около свыше 40 тысяч населения там были свои станицы с буддийскими у рулами со своими этами начаты своему жили на своих землях можно сказать и были тоже калмыки в составе оренбургских уральских калмыков ставропольских там астраханских но там незначительно до тирских хумских и так далее то есть казачество это нам братский народ мы многие наши были представителями казацкого народа и значит общему была общая такая трагическая судьба и когда гражданскую войну уничтожали проводили раз казачьего это коснулось и наших тоже этот калмыков многих просто вырубали через одного скажем об этом есть свидетельство очевидцев когда это было происходило просто избиение уничтожение геноцид точно народа когда двадцатом году вам белая армия уходила из крыма и значит вот это значит неблагодарная скажем московская власть еще при царях при екатерине она начала проводить когда уже аэрод калмыцкая военная сила не стало так нужно острых когда значит были подавлены враги и общем установлен мир на кавказе скажем и крыму когда отодвинулись границы империи дальше то понятно уже стало начинаться удушение наших прав национальных нашего народа которая выражалась в политике русификации в политике колонизации когда хлынул поток вот екатерина красок завезла из германии людей значит крестьян из центральной губернии российских и все это хлыну на юг поток и то есть все начали вырезаться нашей земли отсекаться значит от волги от воды значит от водоемов значит калмыцкие скажем пастбища и в результате чего в общем все завершилось уходом большей части наша народно-историческую родину в джунгарию и значит упразднение ханства народ был разорван на три части между тремя соседними русскими губерниями и все это продолжалось до значит 1920 года когда вот ленин владимир ильич ульянов не однозначно тоже фигура можно сказать даже в наших глазах и фигура такая демоническая да это как бы прародитель сталина но тем не менее у нас именно он обратился нашим народу со словами братья калмыкии своем небольшом обращении он где-то четырежды так словопотребил братья калмыкии это очень стало ходячей фразой и как бы то ни было но именно тогда вот появилась автономия понятно такое государственное образование хотя она мы понимаем что это было по многим фиксы неполная была автономия даже но тем не менее были воссозданы каких-то пределах большими конечно там вырезаниями границы территории республики автономной значит появились декларативно но хотя бы уже свои признаки государственности как парламент и прочее прочее но к сожалению вот это это не удалось добиться того же самого казакам до до сих пор это уже много-много лет все это никак и вот мы в лиге так и хотим же чтобы добиться того чтобы все-таки наши братья казаки они воссоздали свою государственность уже даже независимое государство свое подняли потому что должна есть если говорим историческая справедливость а тоже 100 исторической справедливость все должно вернуться свои законное русло до историческое и вот мы готовы в этом деле тоже участвовать я уже перехожу оттуда резкий делаю прыжок из прошлого в нынешнюю наши действительно что для нас гораздо важнее конечно там истории можно перемывать и под любым ракурсом как сопоходить это бесконечный процесс но для нас конечно гораздо важнее для рядом для представителей лиги свободных наций которые стоят главную свою целью ставят и стоят на тех позициях что за создание но независимого государства на базе национальных республик нынешних российской федерации и некоторых регионов и наш конгресс аэрод калмыцкого народа мы объявили до официально приняли декларацию о государственной независимости республики калмыкин ему у нас сейчас курс до 1 на создание своей национальной независимой республики аэродской республики на создание независимого государства то есть мы воссоздаем можно так сказать если речь идет о нашем народе у нас было свое ханство торгутская тогда называлась или калмыцкое ханство да мы свое время наш народ имел кстати три государственных образования одновременно это значит джунгарская или дырвицкая скажем так ханство коконожская или хошуцкая ханство и веке и они одновременно существовали то есть такая могучая сила была у народа что она позволяла вот огромное пространство подержать под своим контролем это было кого единое политическое можно сказать про странство культурное экономическое не он нам и в этом плане легче я думаю рад калмыкам воссоздать свою государственность потому что мы прекрасно знаем свою историю мы знаем что это было по историческим меркам не так давно и нам конечно есть от чего отталкиваться и мы на это смотрим очень даже спокойно уверены никакой паники или там боязни чего-то нового нет у нас мы знаем завтра только если случится час их наступит час че как мы говорим да у нас есть такая замечательная передача в лиге свободных наций части так вот мы уже к этому готовы и у нас есть полная программа действий у нас есть кадры у нас есть план действий у нас есть связи вот и том числе и горизонтальные среди национальных движения очень рад познакомиться был с вами вячеславом с другими нашими коллегами соратниками единомышленниками я понимаю что конечно за нами правда за нами сила за нами будущее вот это самое главное а вот нынешней российской власти начиная с кремлевских там всех этих мелкотравчатых скажем чиновников вороватых и заканчивая региональными этими их слугами которые конечно же никакой самостоятельности не имеет никакой ни политической ни экономической в отличие от них у нас как мы знаем есть картинка будущего есть у нас есть видение этого будущего есть то что мы можем предложить нашим народом это очень важно а вот если говорить уже как бы резюмируя то что он сказал я до этого по исторической части то конечно же история наших народов она к сожалению в рамках вот этой российской федерации так называемые или российской империи советского союза конечно она во многом окрашена трагический тонн а нельзя конечно все черной краской только мазать и не будем но в основном все это связано с трагедиями со страданиями с насилием со страхом с неуважением к личности человеку неуважением правам человека к основополагающим демократическим ценностям которые весь мир уже давно выстрелил все человечество а мы до сих пор не можем никогда расти до понимания в основном от наших вот что обеда нашего ребят соплеменники скажем сограждане они до сих пор даже боятся мыслить самостоятельно вот где-то разруха в головах да вот боятся даже самостоятельно мыслить это не кого-то те самые слепые люди которые не видят дороги своей к сожалению вот такая картина и я думаю на это налагает на нас на членов лиги свободных наций на участие на членов нашего айрат калмыцкого народа большой ответственность мы это понимаем свою ответственность историческую как бы это не высокого не высокопарно звучал на на самом деле такие к сожалению большинство народа молчит вот пушкин написал когда-то известную фразу народ безмолвствует до сих пор к сожалению народ безмолвствует россии и поэтому пользуясь случаях чтобы сказать об этом отдельно вот эту мысль выделить я хотел хотя когда говорят некоторые грамотеи там все числа хороших русских казалось бы лучшие как они себя считают на части российского народа это хотя никакого российского народа собственно нет и вот они говорят о том что вот будущее надо решить на демократическим путем надо провести референдумы выборы какие-то там проголосовать что-то решить я считаю что это мое мнение я думаю что я не ошибаюсь что вот этот народ в нынешнем состоянии его довели до такого состояния эти власти российской что он не не в состоянии принимать серьезные адекватные решения голосовать за что-то принимать референдумы как может народ который не может протестовать против войны массового убийства людей 21 с использованием танков артиллерии снарядов там эти вне ракет авиации вот они не могут сказать что это неправильно очнитесь уймитесь не воюйте вот не могут они сказать эти люди как мы можем от них требовать завтра ожидать что не через 24 часа настолько прям просветлеет осознает что уже будут голосовать за то чтобы быть демократии или не быть быть там новым государством или не быть и так далее да но нет конечно на себя это должна взять значит часть наиболее сознательная часть нашего общества наших народов которые уже проявили себя как люди нормальные сказав нет войне в украине открыто сказал вот мы например наш конгресс айрат калмыцкого народа единственная была организация политическая общественная организация у нашей республики калмыки которые самом начале войны официально на бланке своем напечатали значит тексты заявления и обращения мы против войны категорически требуем вывести значит войска с территории украины что мы солидарно с народом братской украины это было нашей позиции айрат калмыцкого народа и мы поэтому имеем полное морально и юридическое право перед всем цивилизованным миром перед коллективным западом перед всеми людьми доброй воли значит требовать от нормального возврата к нормальным делам к нормальной работе к нормальной жизни то есть создать нормальные государства новые независимые демократические светские государства которые будут идти дороги по которым уже давно идут все цивилизованные народы мира и на западе на востоке не надо изобретать велосипед и как бы мы там не блуждали их исторических лабиринтах все равно надо смотреть вперед надо смотреть завтра чтобы это очень важно и у нас видение есть слава богу лиги свободных наций мы приняли помню самом начале этот документ который нас всех объединяет и другие разрабатываем тоже документы серьезные и сейчас мы выходим на широкую такую международную площадку и я думаю наш голос будет услышан и на западе и наш город голос будет услышан я думаю и самое главное нашими народами потому что на карте весов на чаще вернее весов это стоит очень серьезное самое главное это будущее наших народов будущее многих людей речь идет о миллионах людей в россии говорить о всех наших народах российской федерации и это уже не просто там какие-то заумствования это реально наша жизнь и наши люди я имею связи и у тебя на родине и с теми кто за выехал за пределы не все сходятся на том что очень у народа очень большие ожидания многие конечно не уверены что будет что их ждет и вот мало кто может взять на себя ответственность или смело сказать что вот он как он видит и представляет это будущее а то что творится сейчас там у нас с этой мобилизация с этой войной на крышкой дикость это абсолютно в голове не укладывается вот мы говорим про историческое прошлое говорим что сказал лев толстой там казаки подняли это что организовали россию до создали россию но имеется ввиду все эти дела там завоевательно там 7 и мы там участвовали тоже а вот но это же было когда-то давно сотни века назад когда люди понятия не имели что такое организация объединенных нас что такое декларация прав человека хартия вольность и так далее но сейчас 21 веке мы же прекрасно все это знаем может человечество прошло же две мировые войны до 20 веке наши родители мы знаем тех людей которые на себе на своей как извиняюсь шкуре испытали все эти прелести всех этих воин страданий до всех этих депортаций прочь мы прекрасно знаем что это такое потому что наши старики я прекрасно помню это время с детства когда говорили по-калмыцки в горы бича дэйн бича болтха на русском это тоже звучало лишь бы не было войны даже смеялись над этой фразой за то он набила скобин оказалось действительно вот она вот она реальность война идет и я вот меня честно говоря убивает когда во время войны вот когда вот рядом у прям недалеко убивает детей женщин стариков беззащитное мирное население этих даже солдат что они сами хотят умирать украинский амидуар вот все это творится трагедия на наших глазах да и в то же время как будто ничего не происходит люди ходят кино театр там рестораны какие-то там культурные научные мероприятия и все делать вид как будто ничего не случилось а завтра если туда придет вот эта война если туда колесо докатится и начнут там москве да скажем условно говоря в питере в ростове вылезти у нас там других городах и селах танки войдут самолеты сверху вот поливать там огнем люди будут погибать как они тогда на это посмотрим и даже как немцы на тоже не думали 45 что май 45 наступит и придут туда за спросом до исторически не это вполне возможно и и так будет это ядерная дубинка они прям прикрываются этой дубинкой думаю что они там безопасности еще большой вопрос да и вот как быть с этим вот у меня в голове тоже все это крутится хотя конечно мы всегда вспоминаем свою историю мы всегда там оглядываемся туда но вот меня больше честно говоря заботит то что сейчас как это происходит у нас и вообще как иной раз думаешь вот этот народ и эта страна понятно вообще она имеет право на существование которые легко убивают людей легко разрушает города и села еще это выдают за какие-то подвиги и мал и а многие молчат глотают все это да вот имеет ли этот народ или страна право на существовать вот какой они в какой вносит вклад вот современные исторические процессы вот человечество когда вот на земле или такими глобальными угрозами экологическими значит техническими и так далее до социальными проблемами огромные проблемы мировые и российская федерация она должна была бы конечно внести свой огромный вклад в разрешение этих мировых проблем имея огромную территорию огромные ресурсы природные и вот какой она вклад носит в развитии человечества нынешний период а вот последние скажем годы особенно за это время на широкопарк масштабно война пошла большой вопрос до большого просто не и мне кажется вот я может быть забегаю вперед конечно но мне кажется все равно белое есть белые а черные еще как бы там чтобы не пытался там сама обманываться и там устраняться но все равно правда одна истина одна и честно говоря вот я глубоко благодарен своим коллегам из лиги свободных нации из конгресса нашего и родственного москва народа что они остаются людьми в этой непростой ситуации они остаются людьми они показывают что есть оказывается еще у нас люди на которых можно смотреть с надеждой которые идут правильным путем несмотря ни на что не сворачиваться этого пути многим нашим я знаю коллегам очень непросто они очень сложных условиях оказались совершенно неожиданно вынуждены бежать из этой фашистской страны но тем не менее не сдаются не думать только своих шкурных личных интересов хотя это нормально для чего думают о своих народах о будущем своих народов и конечно надежда есть тогда тогда есть надежда на то что все-таки конечном счете все будет нормально все будет правильно и что мир победит добро победит зло и все восстановится я очень надеюсь я очень мечтаю о том времени когда побыстрее бы закончилось это катавасе это губительная война в украине скорее быстрее была одержанная победа потому что эта победа нужна не только украине конечно первую очередь им надо пользуясь случая хотел бы от нашей лиги и от конгресса от себя лично поблагодарить граждан украины народу украинской за их героизм за их мужество они действительно сегодня надежда всего человечества оставить за весь мир за все человечество оставить идеалы свободы справедливости за звание человека да не молодцы и конечно же это дает надежда что все вот у нас хорошо и я очень рад честно говоря пользу случаем просто я не не хотел об этом говорить но разговор зашел на завернул туда когда я хотел поблагодарить своих коллег из лиги свободных наций из тех людей кто нам помогает он нам сочувствует за то что от они дают силу многим и в том числе на и лично мне да я вам подышевляюсь когда на таких людей смотрю знаю вот благодаря лиги я узнал вячеслава раджан вас других людей наших коллег которых мы знаем да и хорошо что такие люди есть я думаю в будущем это будет служить залогом того что будет очень серьезные связи между нашими новыми независимыми государствами это будет очень хороший дом такой большой процесс и я вас приглашаю к нам вячеслав я приглашаю и граждан на вас приглашаю республику новую независимую республику калмыки посмотрите покупайтесь на волге на каспи отдохнете посмотрите тюльпаны цветой цветущие весной вообще одно из чудес света так что все у нас будет хорошо мы обязательно победим мы сделаем так чтобы всем было хорошо не только хорошо я об этом мечтаю я еще мечтаю побывать на концерте победы в киеве я думаю все туда приедем и будем в гости тоже приезжайте в калмыкию курятию и у нас много друзей появилось на украине в украине да много друзей появилось и конечно они будут долгожданными нашими гостями у нас республика так что все будет нормально все будет хорошо я очень большим оптимизмом смотрю будущее много чего наговорил да но это прямо льется из меня потому что давно хотел сказать об этом я просто хотела сказать что да что хорошо что я тоже думаю что конечно не нужно все время говорить про историю про как бы то что было в прошлом но с другой стороны российская история состоит из такой лжи что невозможно начать строить что-то новое и да не убрав вот эти тонны лжи не проанализировал вот на самом деле вот на разных источниках историю и не попробовав восстановить правдивую историю наших народов и именно поэтому я думаю что да естественно мы мы должны смотреть в будущее мы в принципе смотрим в будущее но я например считаю что вот честный разговор об истории в том числе необходим для того чтобы у нас было взаимопонимание взаимопонимание самого начала и чтобы мы как бы вот ну проговорив какие-то сложные моменты двигались вперед вот у меня в этой связи да есть и такое соображение например когда мы говорим про завоевание сибири то вот люди которые двигались да там на восток встреч солнцу они зачастую их называют казаки но на самом деле в исторических книгах в основном а люди эти отряды называют отряды служилых людей кто такие эти служилые люди это люди которые стояли на службе у московского царя и значит там это были совершенно разного происхождения люди и туда могли входить также казаки вот но где-то вот где-то например уже чуть дальше да там середине 17 века у нас например в бурятии отличился украинский гетман скоро нет что я говорю многогрешный то есть у нас даже есть там пати убиенная и так далее то есть но в общем я о чем говорю история конечно сложная вот поэтому многие люди у нас очень так относятся с с таким вот так скажем предубеждением может быть к тому что вот ну как можно быть вместе в одном союзе с казаками в то же время у нас в бурятии да и в забайкальском крае есть байкальское казачество в состав забайкальских казаков входят также буряты вот так они ходили они ходили они и раньше до революции входили до революции да это началось еще раз восемь восемнадцатого века с восемнадцатого века на службе вдоль границы стояли вот как раз селенгинские буряты были конные тунгусы также вот и по идее например вот появилась у нас появилась вот такое интересное интересное такое может быть но это было это было сословие конечно и они вот очень многие я знаю сейчас вот некоторые даже буряты которые казаки да они заразились тоже вот этим вот имперским сознанием но многие в принципе вполне обычные люди обычные буряты как бы вот просто они у них предки были казаки то есть это вот в общем то такой срез общества нельзя сказать что вот они все тем тем более что у нас вот например в республике как и вообще во всей россии до сих пор вот эта история даже советского времени начиная там с революции гражданской войны она до сих пор не проанализирована не продумано не про чувствована и если например заходишь в музей в селе каком-то есть в любом бурятском селе у нас есть музей истории села и там до сих пор идет вот эта экспозиция советского времени да то есть вот как там красные партизаны например дали люди которые там боролись за советскую власть они герои до сих пор а вот те которые там были в белом движении про них даже не говорят только сейчас начинают эти страницы возвращать возвращать в историю например у нас был генерал ужин гармая который кстати да он тоже в принципе по моему тоже не из казаческого слове был и он вместе со своей семьей эмигрировал в китай вот и там он вошел в состав квантунской армии и стал генералом и в результате потом после войны он был арестован его судили расстреляли потому что он сам сдался в плен он не стал там убегать хотя японцы предлагали ему уехать в японию вот но и у нас театре бурятской драмы поставили спектакль об этой трагической судьбе о судьбе бурят иммигрантов которые вынуждены были уехать после революции после гражданской войне от красного террора и это был спектакль о генерале уже не карма ими и у нас вот русские националисты начали писать статьи о том что как можно ну вот это вот одна у нас есть журналистка никитина она написала о том что вот нельзя реабилитировать нацистских преступников это она все смешала в кучу на самом деле он не был японским генералом он был в квантунской армии то есть это то есть даже не в квантунской армии а вот как раз в маньчжурской он был в армии маньчжоу гол вот и он абсолютно не занимался никакими вот то есть не был уличен никаких преступлениях он просто защищал свой народ который там оказался меж двух огней и вот вот это вот постоянная вот эта проблема что мы не 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 поставили как говорится эти точки над и и не назвали вещи своими именами она до сих пор тянется шлейфом и она вызывая как раз вот эти вот катастрофические последствия в виде в том числе этой войны который путин развивал развязал в украине потому что почему это сделал потому что он хотел восстановить ссср и начался завоевание украины а почему а потому что не были поставлены эти точки над и не была проведена например десталинизация как вот как то все так после падения ссср так быстренько все расчистили и как бы начали жить на новом месте а вот не получилось да не было никакой краха ссср с чего это взяли откуда все почему-то хором называют эту страну россии это никогда не она что с луны что ли свалилась у это россия назывался советским союзом в крайнем случае рсфср сейчас убрали не для лишние три буквы осталось рф вот я правильно абсолютно верно говорить раджан что необходимо вообще все все новое надо начинать с того что пересмотреть старое и сказать правду и пока мы не не сломаем все стереотипы все шаблоны не поломаем не выкинем на помойку мы ничего то мы не не пройдем и шага не пройдем вот вы говорите про вот эту совковую даму которая но это совки как они еще по-другому будут они для них любые националисты это нацисты любые свободолюбивые люди это фашисты они так и будут это делать говорить наше они красные до мозга костей они большевики не фаши не фашистская ты страна как аслан сейчас ошибочно проговорился а большевистская эта страна она была и остается большевистской уже вторую сотню лет она продолжает оставаться большевистской а то что сейчас она соединяется с китаем красным это лишнее доказательство тому что она как была так и осталась советским союзом и это естественный процесс что путин восстанавливает ссср он пытается восстановить так сказать утраченные колонии которые откололись это было частичное освобождение колонии 90 девяносто первом году и никак по-другому называть нельзя ссср не развалился хотя бы хотя бы в том смысле что наши страны наши народы находятся в составе этого ссср это идея коммунистической большевистской она изначально строилась на уничтожение всех и вся почему прежде всего уничтожение народов почему потому что и личностей потому что ее цель этой этой лиге вообще религии сатанизма это цель этой лиге это привести нивелировать всех все личности превратить их в безликое стадо уравнять всех все и вся это самое страшное явление на планете который возник в прошлом веке и мы его замалчиваем я почему так столько времени и столько инициатива и сил предлагаю для того чтобы и спешу своей жизни пока я еще жив спешу чтобы при мне это произошло чтобы посадить на скаме подсудимых на создать международный трибунал по этому явлению поэтому по этой религии поэтому идеологии поэты и предать суду просто прибить к позорному столбу истории эту что что произошло в этом двадцатом веке ну и я хотел бы поблагодарить вастраджана от нас с вячеславом и от меня и от нашего конгресса за то что вы предоставили такую возможность высказать она может быть это сумбурно было несколько но тем не менее это накипело давно давно я хотел честно говоря рассказать свое мнение свои взгляды по всем этим очень важным вопросам и темам я думаю только начало большого нашего разговора я очень надеюсь я думаю вячеслав меня поддержит что выражено дадите предоставите нам еще возможность с вами получать через вас с вашим многом сказать людям потому что это очень важно сейчас надо конечно же выстраивать диалог с народом сообщества сейчас я просто хотела вас поблагодарить за в общем конечно получилось немножко сумбурно у нас потому что мы действительно пытались объять необъятное но что поделаешь тем не менее я думаю что мы сделали задел на следующей встречи у нас ну 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 ну